Приветствую вас. Проблема в данном случае заключается у человека в том, что по его словам он не умеет заводить друзей, да, не умеет как бы сближаться, не умеет, ну, поддерживать общение, вот. А, соответственно, дружить, общаться, строить отношения, человек хочет. Вот. И, значит, автор пишет, что раньше мог как-нибудь кого-нибудь пригласить в гости, там, поиграть, теперь целая проблема. Вдруг испугается, подумает, чего плохого. Вот. Значит, что здесь важно для начала? Для начала важно то, что изменилось, ну, вот, для вас в целом. То есть раньше могли, да, получается, раньше могли, сейчас, вот, что-то изменилось, что не может. Вряд ли это, а, произошло, ну, само собой. То есть, если что-то изменилось, вот, значит, что, что, был какой-то опыт у вас. Ну, соответственно, нужно с этого, ну, для начала. С этого стоит начать. То есть, с того, вот, чтобы, ну, как-то разобраться, да, в том, что, собственно, вот, ну, происходит с вами. Вот. Что, собственно, изменилось, что, вот, раньше как-то вот вы, получается, могли, да, вот, раньше у вас не было проблем, теперь такая проблема, собственно говоря, присутствует. Вот. Непонятно, пока что, что именно у вас изменилось, да, ну, вот, то, что изменилось, чтобы факт очевидный, вот, его игнорировать нельзя. И, соответственно, это первый момент. Второй момент, на который хочу обратить ваше внимание, то, что, ну, вот, в целом, как мне кажется, вы о себе, ну, вы сами о себе, возможно, не самого высокого мнения. Вот. Вот. Это тоже весьма интересно. А почему вы, собственно говоря, да, о себе не самого лучшего мнения? То есть, ну, вот, как так вышло, как, да, как, как, как так вот получилось, да, что вы о себе не самого лучшего мнения. Ну, наверное, наверное, тут тоже какой-то у вас опыт, какие-то вот, ну, впечатления есть, имеют место быть. Может быть, дело в страхе, то есть, вот вы говорите, что вдруг там чего подумает, да, и так далее. То есть, как бы, ну, ваши опасения, да, они, они видны. Вдруг чего подумают. То есть, понятно, в этом смысле, чего вы боитесь. Вот. Самое интересное. Ну, действительно, действительно может человек что-то порубить. Но этот риск, он естественен. Этот риск, он оправдан, если мы выстраиваем отношения с людьми. Да? А вы, получается, выстраивая отношения с людьми, как-то вот, ключевой своей целью, вероятно, видите именно факт того, чтобы вам, ну, вот, не отказали. Чтобы вам не, ну, чтобы вас не отвергали. Вот. И, это тоже понятно. Это тоже можно понять. Только вопрос-то в том, что вы таким образом, что вы так реагируете на, ну, какую-то перспективу, да, того, что вас отвергнут болезненно. То есть, вас еще не отвергли. Да? Кстати, тоже довольно такой интересный момент. Был ли у вас непосредственный опыт того, что вас, вот, отвергали? На мысли, если нет, то, по факту, все это идет из неких таких, ну, ваших собственных, вот, именно мыслей, как бы, о себе. Вот, ну, получают в таком случае. Вот. И, это тоже нужно исследовать. Потому что, ну, вас это беспокоит, беспокоит, да, вас, вам, вас это волнует и вы, ну, естественно, вы, вот, переживаете и привозите. Вот. Еще хочется, ну, пожалуй, вот, отметить такой аспект, что он, вот, вроде бы-то вы говорите о том, что вам человек, человек нравится, да. Ну, что он такой, вот, по вашим, по вашим словам, такой интересный, да, по вашим словам, такой, эм, для вас, как бы, симпатичный, привлекательный человек. Вот. Но, обратите внимание, пожалуйста, на то, как вы всю, по факту, да, свою энергию сейчас тратите на то, а не отвергнет ли он меня. Не, эм, как бы, ну, не откажет ли он мне. Вот это вас волнует, к сожалению, больше, чем сам человек. И волей-неволей здесь возникает достаточно простой вопрос. А так ли он вам интересен? Вот. Так ли вам интересен человек? Ну, то есть, не путаете ли вы, да, вот, эм, какой-то вот интерес к человеку? Такой интерес, ну, вполне естественный, да, вполне нормальный, вполне адекватный, вполне здоровый интерес. Вот. Не путаете ли вы с неким, эм, с некой возможностью для вас как-то, вот, эм, что-то, эм, доказать. Ну, например, доказать что-то, эм, самому себе. Да? Вот. То есть, ну, если, если для вас, если для вас это, эм, возможность, да, эм, что-то себе доказать, то, естественно, вы будете к этому стремиться. Потому что, а, э, чтобы, э, стараться, э, доказывать. А доказывать нужно тогда, когда вы сомневаетесь. Ну, ну, как бы, себе. Эм, во. Вы сомневаетесь себе. Вы сомневаетесь, ну, грубо говоря, э, э, в своей ценности, скорее всего. А то только здесь выяснить, что именно мотивирует вас в себе сомневаться. Какой именно аспект в вас вызывает сомнения. Ваши собственные комплексы по поводу того, как вы живете, какой вы, по поводу своих выборов, своего выбора и так далее. Вот получается, что человек живет, человек хочет в этом смысле получать вполне естественное удовольствие от жизни, а вместо этого вот постоянно решает свою психоэмоциональную проблему. Вот. Потому что она, эта психоэмоциональная проблема, у него присутствует. И мешает ему обратить внимание на себя и на того, кто рядом. Вот. То есть вы же сами себе неинтересны в этом смысле. что получалось. Вот вы говорите, например, о том, что хотите позвать человека поиграть в приставку. Казалось бы. Да. В современном мире, ну, абсолютно нормальное, абсолютно обычное предложение. Ну, хочется верить, что сейчас мы живем в таком мире, когда это никого не удивляет. Да. Может быть, человек, которого вы хотите пригласить, не особо интересуется играми в приставку. Такое вполне может быть. Но. Дело здесь другое. В другом дело. Дело в том, что приглашая такого человека поиграть в приставку, главное, вот, ну, может быть, вы со мной, конечно, не согласитесь здесь, но я считаю, что это главное. Не то, что вы приглашаете человека поиграть в приставку. Да. А главное то, чтобы вам было интересно играть. Вот. Чтобы вы хотели в эту игру поиграть, ну, вот, в кем-то. Да. Вот что, вот что главное. Если вы не горите по-хорошему, по-хорошему не горите игрой, и возможности поиграть с кем-то, ну, вот, в кооперативе, например, да, вот, то, конечно, вам будет сложно пригласить человека на игру, вот. И нужно понимать, что любому было бы сложно пригласить человека поиграть, когда ситуация складывается таким непростым образом, что мне интересно вот не столько, там, ну, сама игра, да, сколько интересно, а не отвергнет ли меня вот человек, когда я живу вот таким интересом, и когда меня вот это волнует, когда меня вот это беспокоит, то, конечно же, я буду переживать о том, а вдруг меня отвергнет. Поэтому вы себя постарайтесь, вот, спросите, а мне, вот, я, вот, я зову человека, там, поиграть, да, вот, а мне играться сама интересно, мне играться вообще как-то вот отвлекается, вот, мне самому в первую очередь. Потому что если нет, то, естественно, вам будет очень-очень тяжело, вот. Ну, и, конечно, эээ, желательно, чтобы было несколько, эээ, каких-то вот таких, эээ, вещей, да, которые могли бы, ну, вот, стать, эээ, своего рода общей деятельностью, вот. Знаете, и опять же здесь, эээ, большую роль, именно роль, эээ, большую роль играет ваш интерес. Эээ, то, насколько вам интересно, эээ, то, что вы хотите предложить в качество развлечения другому человеку. Знаете, в качестве, не будет это интересно вам, вот, именно вам, если это не будет интересно, если в этом не будет, эээ, ну, эээ, скажем так, ээээ, скажем так, ээээ, если в этом не будет, ээээ, скажем так, ээээ, ну, какой-то ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Интерес он очень хорошо всегда чувствуется, интерес он очень хорошо всегда ощущается. Интерес он довольно активно, люди заражаются, опять же я сейчас говорю исключительно в таких позитивных моментах, то есть никакого негатива, ничего такого абсолютно я не имею в виду. Вот, понимаете, да? И вот на это все только представьте, вы не обращаете внимания, ну вам как бы и некогда особо, когда вам обращать на это все внимание, если вы вот, ну, заинтересованы, да, если вы озабочены, вот только тем как бы отвернут вас или нет. Вот я могу вас понять, это довольно легко понять, вот, но правда-то в том, что интерес к вашей жизни он где? А его нет. И в общем-то в этой ситуации, в этой ситуации, довольно непростой ситуации для вас, конечно, возможно, рановато сейчас идти на какой-то вот контакт с человеком. Вы, скорее всего, испортите, ну, как бы, отношения с ним, ну, как испортите, вы можете повести себя вот, ну, как-то неестественно, да? Вот, в итоге человек, как бы, отпугнется, вот, вы благополучно в этом смысле подтвердите свою, ну, свою теорию, да, о том, что... Что-то с вами не так, какой-то вы не такой. И в этом смысле все будет в кавычках у вас хорошо. Ну, то есть, на самом деле нехорошо, но вот, как бы, в кавычках, именно в кавычках все у вас будет в этом плане хорошо. Вот, поэтому в избежание каких-то лишних травмирующих аспектов, в избежание какого-то негатива, я бы вам рекомендовал не спешить. Сейчас, да, вот, значит, скорее всего, скорее всего, человек никуда не денется, вот, скорее всего, он, ну, тоже, вероятно, не против, как бы, провести с вами время, вот, поиграть и так далее, вот. Но, знаете, он-то будет, скорее всего, более естественным, чем вы, а вы естественным не будете. И это будет очень сильно бросаться в глаза ему. Будет неловкость, а в неловкости, да, это неловкость бывает разная, но, как бы, не все готовы, скажем так, скажем так, протискиваться, как бы, вот, через, ну, через неловкость, да? То есть, вот, не все готовы это делать, не все готовы преодолевать неловкость, вот, понимаете? И просто здесь, ну, какая-то, вот, знаете, элементарная такая забота о вас, вот, просто забота, чтобы, ну, понапрасну вы не, вот, не тратили, не тратили свои силы, да? Чтобы понапрасну вы не тратили свои ресурсы, вот, чтобы для вас это было менее значимо. Сейчас для вас это целое событие, вот, о, я кого-то, там, значит, к себе приглашу, да, о, там, кого-то позову к себе в гости, вот, ну, целое событие, вот. А по факту этого человека вы, может быть, один раз увидите, и все, и больше, как бы, с ним, ну, общаться и взаимодействовать вы не будете. И это никак не связано с тем, да, что вы, какой-то, никак с этим, никак с этим, может быть, не связано. Но, поскольку вы уже готовы к такому восприятию, это будете все время моделировать в голове. Ну, опять же, во многом по причине, что, как бы, а, ну, а что еще, да, то есть, ну, что еще? То есть, вот, интересного-то, как-то, вот, ничего, наверное, больше, вот, этих, чем штук, нет. Поэтому, для начала, вот, вам стоило бы подумать именно о том, как мне кажется, чем вы увлекаетесь. Вот, для начала, для начала, я думаю, что вам имело бы смысл подумать об этом. Чем вы увлекаетесь, что вам интересно, именно увлекаетесь чем? Знаете, именно увлечения у вас какие? Не просто, вот, как бы, ну, поиграть, да, и, ну, провести время. А именно чем вы увлекаетесь? А мы все это все-таки, ну, вот, это не одно и то же. И я уверен, что, показав человеку, продемонстрировав ему свою увлеченность чем-то, вы имеете куда больше шансов на то, чтобы у вас завязались, ну, такие вот, более-менее крепкие отношения. Настолько, насколько это, вот, ну, в современном мире, да, возможно. Вот, ну, потому что понятно, что есть какие-то нюансы, да, есть, вот, какие-то особенности и так далее. Вполне возможно, что именно по этой причине у вас есть определенная сложность с тем, чтобы находить друзей. Вот, потому что, когда увлечений нет, ну, как-то вот, да, сложно находить друзей. Когда, вот, ну, все, что, там, гипотетически вас волнует, это вы сами, вот, это я, ну, не в каком-то негативном ключе сейчас говорю. Ну, возможно, вы не согласитесь, вот, со мной, в том, что он, как бы, ну, вы себе, вот, ну, вы сами себе, как бы, интересно, интересно больше, чем, вот, другой человек, вот. Вот, это в данном случае не является чем-то прямо негативным, потому что, ну, скорее всего, есть какой-то такой вот у вас элемент отвержения себя же, и, как бы, тут вот вы идете, вот, ну, вот, в это, в компенсацию здесь вы идете, вот, в этом нет ничего. Бурнова, ну, просто это, вот, не очень хороший мотиватор, да, не очень хороший мотиватор, для, ну, для выстраивания отношений, к сожалению. Вот, и вам бы вот этот, вот этот курс, который вы сейчас, так скажем, заняли, вам бы его сменили. И психолог, вам, психолог, поможет это сделать, то есть, с психологом вы могли бы это сделать, да, найти себя, чтобы знакомство, как бы, встреча, значит, с, ну, человеком, проведение с ним времени, не было каким-то, таким, знаете, архиважным событием, чтобы оно было важно, да, чтобы оно было ценно, да, но чтобы не было архиважных. А сейчас, пока что, это, к сожалению, архиважно для вас. И, когда это сверхважно, появляется такая история, как сверхже мотивация. Мотивация. Ничто так не портит, вот, любую деятельность, ничто так не мешает человеку быть собой, как сверхмотивация. Понимаете, да? Вот, там очень много сверхмотивации, она просто вставляет человека действовать в, ну, в обычных, в обычных ситуациях, да. Ну, вот, ну, перед обычными моментами, да, перед обычными какими-то аспектами, вот, она его заставляет действовать необычно. Вот. И, конечно же, человек, вот, оказывается, там, под, ну, давлением, да, оказывается перед стрессом, вот, причем абсолютно необоснованно, абсолютно, абсолютно неоправданно. Вот, человек, конечно, совершает ошибки, вот, причем ошибки совершает достаточно элементарный по мнению, как правило, субъекта деятельности. А потом себя скорит, и, в общем-то, говорит, что да я, вот, вообще, там, какой-то не такой, неправильный и так далее. Ну, только... Сверхмотивация, это очень, очень такая опасная и довольно изматывающее, изматывающее состояние, вот. А вы на нем находитесь все время, в большом счете, вот. Есть еще одна сторона. Дело в том, что при таком подходе вы человеку, вы человеку даете почувствовать, что он для вас очень важен. И это дает, на мой взгляд, такому человеку, совершенно неоправданную власть над вами. То есть, что значит, вот, что значит неоправданная власть? Неоправданная власть, это когда я чувствую, что для тебя сверхважен, и у меня появляется соблазн воспользоваться этим, то есть, воспользоваться тем, что я для тебя, вот, сверхважен, для того, чтобы как-то, вот, реализовать свои желания, свои потребности. Отнюдь не потому, что я, вот, какой-то обязательно плохой соблазн, то есть, ну, я могу быть неплохим, вот. Но соблазн есть, и когда есть соблазн, то, естественно, с этим соблазном, ну, весьма-весьма тяжело бороться, потому что кажется, что вот оно, прямо перед тобой, протяни руку и возьмешь. Да, есть люди, которые могут соблазну сказать нет, вот, но большинство людей говорит соблазну, соблазну, да. Вот, в данном случае, в большинстве случаев, люди, ну, как бы, вот, чувствуют в этом смысле, что, ну, вообще, как бы, ответственность не их, да, то есть, ответственность, ну, не их, то есть, ответственность полностью, там, на другом человеке, вот. Вот, и надо сказать, что они правы, надо сказать, что они правы, надо сказать, что ответственность, действительно, ну, находится у другого человека, вот, то есть, это стопроцентная правда. Вот, вот, только, вот, сам человек в этой ситуации, а мы, если вы, если вы понимаете, говорим о вам, вот, сам человек, ему, как-то, вот, не очень, а, ну, ему не очень мягко, а, мягко говоря, а, хорошо, вот, в такой ситуации, вот, и это точно все причиняет довольно серьезную боль, вот, поэтому, да, хочется, конечно, вас поддержать, хочется вам, ну, помочь. В этой непростой ситуации, вот, понимаю, как вы можете себя чувствовать в ней, вот, хочется, но, важный момент, что только это можно сделать, сделать, если вы, а, вот, сами, готовы на собой работать, да, вот, почему, опять же, вот, я так, много достаточно, а, об этом говорю, а, потому что, само по себе, а, как бы, ничего не изменится. Вам может повезти, вам может повезти, и вы можете, можете, вот, ну, как бы сказать, да, вы можете случайно построить отношения, но, разве вы хотите, чтобы ваша жизнь, вам, зависело от случайности, на мой взгляд, вряд ли, поэтому, а, чтобы получать, добиваться и достигать того, что вы хотите, вот, нужна вам помощь. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи, обращайтесь.